Как правильно, чего ждать от человека, чего не надо ждать. Есть естественные слабости у женщины. Женщина очень чувствительная. Она очень сильно реагирует на события. Она просто не может быть очень тяжело, очень спокойно, в своем настроении быть, и меняется настроение постоянно у женщины по природе. Она может быть когда-то дарить счастье своему настроению, а когда-то дарить страдания. Происходит само собой. Это не является чем-то неправильным, так устроенным в этот мир, что женщина очень чувствительна по природе. Мужчине очень трудно понять это. Ему кажется, что она ведется отворно в отношении к нему. Потому что женская чувствительность является так же естественной болью для мужчин. Например, женщины, когда друг с другом общаются вместе, они могут очень эмоционально разговаривать. «Ой, я сегодня была там, там, тут видела то, да, я тебя так понимаю». Вот они очень эмоционально разговаривают друг с другом, и для них это нормально. Они не чувствуют какой-то трудности в этом. Но если мужчина, женщина, говорит «А, я сегодня там-то была», очень эмоционально разговаривает с мужем, то для него это очень тяжело. Потому что у мужчины вот этот психический центр сердечный очень слабый. А там эмоции находятся, вот здесь, в этом центре. Это когда женщина очень эмоциональна будет, и она видит, что муж так милый. Это значит, что она его напрягает. Мужчине надо все-таки снять спокойно, не эмоционально. А у женщины слабый психический центр, связанный с мышлением. Вот здесь. Это не значит, что женщина не мыслит никак, не думая. У нее мысли очень легкие и чувствительные. А у мужчины мысли тяжелые и талищие. Когда мужчина начинает жить женщине, «Я тебе знаю, сейчас все-таки ищу, как наложить правильно», и понеслась на нее дарит, то у женщины обычно она перестает понимать, что происходит. У нее заприняет в голове, и она чувствует несправедливость вот это все. То есть она не знает, о чем она говорит, но чувствует несправедливость. И поэтому она назад ему эмоции выдает. Очень эмоционально говорит, «Слушай, отстань от меня со своей демагогией. Скажи мне по-простому, что ты хочешь от меня?» Ну вот, некие рассуждения случат. И она эмоционально очень ему говорит это. А у него здесь цирка. Он не может эмоции слушать, ему больно будет. И он начинает еще больше демагогию возводить, потому что когда мужчине больно, он начинает рассуждать. Он еще рассуждает, а цветнее тарит на нем и стремит. Ей вообще голова не согражает уже. Она говорит, «Я не хочу тебя слушать, тебя пошла». А когда мужчина не слушает, для него это аскорбение. Это означает, что она его просто не уважает. И он идет за ней и и так что продолжает. Потому что чувствует себя аскорбенным. Потом дальше начинает в тарелки лететь в воздух. И как бы вопрос сразу возникает, а почему так происходит? Причина незнания. Незнание природы женщины и мужчины. Мужчине надо разговаривать без эмоций. Вам все пойдет очень хорошо. Потому что то, что для женщины нормальные эмоции, для мужчины зашкаливает. Если с женщиной поздороваться за работу просто, как мужчины будут возглавлять, то женщина останется синякой. Мужчина, можно он как-то здоровался с ней, как он обычно это делает, но женщина синяк будет на руке. Точно так же, когда женщина эмоционально говорит с мужем, то у него синяк в сердце остается. Потому что он очень чувствительный. Он не может эмоции воспринимать женские нормальные. Надо, «Я тебя очень люблю!» просто «Я тебя люблю!» Это спокойно. Но при любви можно эмоционально сказать, это положительные эмоции. Когда женщина делает замечание, надо делать спокойно, без эмоций. Так же мужчина должен без рассуждений женщине сказать, что он хочет конкретно свое желание. Просто как растут. «Допустим, в результате того, что я очень сильно предпочитаю фильмы, и особенно вот такое кино, мы пойдем с тобой в кино, а не в театр». Это один вариант сказать. Это мозги сразу женщины напрягают. Это все рассуждения. Надо сказать, «Я хотел пойти в кино». Это простая фраза, он никак не напрягает женщина. Вы согласны, женщине с ним? Из этих всех там философских выходок просто скажи, «Я хочу в кино». Не надо все за умные фразы какие-то рассуждать. Вот такое правило. Часто женщина, когда с мужчиной общается, она не хочет от него советов, а хочет поддержать. Она уже приняла решение, но она чувствует, что у нее нет силы так действовать. Ей нужна поддержка. А иногда женщина хочет советов. Когда она хочет советов, она прямо спрашивает, скажи мне, как поступать. Так или так? И он должен прямо ответить. А если она хочет поддержки, то она рассказывает ему состояние свое. «Она говорит, знаешь, я вот уже решила устроиться на эту работу, но чувствую, что мне как-то будет там тяжело. Как ты думаешь, что делать?» Надо сказать ей, «Все будет хорошо, не волнуйся, устраивайся». Потому что если она говорит, «Может, тебе не устраиваться», тогда она еще больше секунд, потому что она уже и так проделала работу внутреннюю и решилась устроиться. И если она говорит, «Не устраивайся», в ней нервный срыв наступает, потому что ей опять надо решать. Надо внимательно следить за тем, чего женщина хочет. Потому что если мужчина делает то, что она не хочет, то у нее наступает психическое перекусство. Точно так же мужчина приходит из работы и говорит, «У меня начальник нехороших человек». он это говорит не потому, что начальник плохой человек, а потому, что ему нужна поддержка старой жены. Она должна сказать, «Действительно, тебе тяжело с этим начальником, ну, у тебя все будет хорошо. Нужна просто поддержка, и все». Если она говорит, «Нет, все-таки начальник хороший человек», то у него происходит церковь в мозгах психически. Он начинает доказывать, что начальник плохой человек. Это потом облазняется, что он его считает хорошим человеком. Он это доказывает, чтобы женщина все-таки его поддержала. Потому что мужчине нужна поддержка. Ему нужно просто, чтобы женщина была за него, а не против него. Потому что с начальником у него конфликт. И кто-то должен быть за него, чтобы у него хватило силы выдержать этот конфликт. Но если женщина начинает правду искать в этой ситуации, говорит, «Нет, у тебя начальник хороший человек», то она еще больше делает проблемы для мужчины. Потому что мужчина, думаю, не воюет и не ищет правды. Мужчина дома чем занимается? Отдыхает. Он и женится для того, чтобы было место, где отдохнуть. Мужчина отдыхает в отношении к женщине. А женщина, она отдыхает, когда мужчина напрягается. Когда мужчина берет ответственность за нее, когда мужчина помогает ей, тогда женщина отдыхает. Когда мужчина отдыхает, женщина напрягается. Но с мужчиной в отношении есть одна потребность. Когда мужчина приходит с работы, то не надо его напрягать. Надо отдать ему возможность отдохнуть сначала. То есть надо его сначала вести под душ, всегда, чтобы он снял напряжение под душем. Потом дальше вести его за стол, чтобы он стоил. Потом пусть немножко отдохнет, а потом уже можно его спрашивать. И что, он остановится, и может уже у него есть силы отдавать энергию жене. Это очень важно. Очень важно, если женщина ездит в поездках, и она приезжает домой, то не надо ее заставлять делать домашнее дело. Она должна отдохнуть сначала. И надо также ее раскрашивать, ни о чем, потому что для нее это тоже будет. Если она забышься, она сама может рассказать. Особенно тоже важно для мужчин, когда, допустим, я по себе знаю, когда я приезжаю с поездки, то часто жена хочет отношениями, хочет со мной общаться, увединить силы. Надо дать опыту. Не надо никого вообще. Эти все вещи, как просто означают особенности характера. И если мы не изучаем эти особенности и не знаем, то тогда возникает конфликт. Субтитры создавал DimaTorzok